Да, да. Тебе нравится? Красиво, красиво. Свадьбу в таком платье уже не забудешь. Конечно. Тебе бы такая модель очень пошла. В твоей фигуре. Филиппуча Модестева сшила бы за 35 тысяч. А мы поспорили, что ты сошьёшь за 25. Тогда вам лучше пойти к ней, потому что я и за 40 вам такую не сошью. Значит, Филиппуча выиграла спор. Ну и пусть выигрывает Филиппуча. Что за разговор? Но мы хотим стать вашими клиентами, синьорина. Мы вам даже яйца принесли, смотрите. Тогда вам надо делать заказ, а не спорить. У меня такое платье стоит 50 тысяч. Включая Вуаль и Флёрдоранж. Да зачем вам экономить? Всё равно ведь жених платит. А если не хотите пугать его ценой, говорите ему цену постепенно. Ты кончила записывать? Да. Ну вот, не уместилась. Что делать? А, вот. Вышло 150 тысяч 723. Нет, 120 тысяч 723. А если выходит 150-723, почему ты говоришь, что выходит 120-723? Попробуй ещё раз, Леопольдо. Должно получиться. Можно хоть до завтра продолжать, не получится, Паскуаля. Сейчас я хочу помолиться. Мадонна, я теперь по ночам не сплю. Окажи мне милость. Пусть женится мой брат Паскуаля, а то потом кончится тем, что он будет ругаться. Он и так никогда не был истинно верующим. Так уж делай его таким ростом, Мадонна. Ты закончил? Держи. Пригодится для обручального кольца. Но когда ты встретишь меня с тем парнем, больше ничего не говори. Паскуаля? Паскуаля? Анжелина, шла бы ты спать. А то потом говоришь, что портишься. Ты всегда на ногах. Сколько нужно денег, чтобы пожениться? Не беспокойся. Тогда не забудь еще Анжелу и Паскуаля женятся. А это что еще? Извещение. Да разве людям важно, что двое крестьян женятся? Важно, важно. Ну ладно, важно. Вы мне дадите поспать или нет? Завтра мы не увидимся. Почему? Я пойду на подденную работу. Заработаю тысячу лир. Не хотела тебе говорить, я тоже. Спокойной ночи, Анжелина. А вы все о свадьбах? А о чем же нам говорить? О похоронах? На свадьбу моей сестры и полмиллиона не хватило. Сказки. Когда я буду выходить замуж, деньги на угощение попрошу все себе и никого не приглашу. Ну и выставишь себя в самом худшем виде. На свадьбах и похоронах никогда не нужно экономить, а то люди тебя засмеют. Когда пригласишь всех ближайших родственников, представь, у меня 35 дядьев. Паскуаля, все равно за угощение платит невеста. Ну и что? Все равно это деньги. Меньше ста человек ты пригласить не можешь. Интересно, зачем мне приглашать сто человек? У меня родни человек 10. А те, кто тебя приглашал на Кристина, на первое причастие, на свадьбу, их не хочешь пригласить? А то они обидятся. И учти, что каждый приглашенный приведет с собой еще трех-четырех человек. Самое меньше. Надо пригласить хотя бы 30 семей. Пятнадцатые, пятнадцать в Паскуале. Когда я буду выходить замуж, у меня будет танцевать весь поселок. Это будет дорого стоить. Когда люди танцуют, им хочется пить. Нужно пиво, вино, наливки. Даже наливки нужны? Даже. А то на печенье, булочек, пирожных, разных сластей, мороженое. Мороженое-то так вкусно. А мне мороженое никогда особенно не нравилось. Гость является с пустыми сумками, а уходит с целыми узлами. Потом спокойно живут дней пятнадцать. Но гости приходят с конвертами. Кто с тысячей, кто с двумя. Даже с пятью тысячами. А платишь и стол, и свадебное путешествие. В Венецию. Только в Венецию? Скажи ему, чтобы свозил тебя еще и в Неаполь, на Капри. Все равно за свадебную поездку платит жених. Дон Гуида, я все же хотел бы знать, как получилась эта сумма. Семьсот лир за бумаги. Тысяча пятьсот за органиста. Столько же за пономаря. Тысяча лир за мясу. И остальное на убранство. А это убранство уж так необходимо? Как? Цветы. Горшки с растениями. Кресла. Места для коленопреклонения покрыты красным сукном. Ковровая дорожка. А свечи? Хотя бы тридцать. Церемония бесплатна. Но если вы хотите хорошо выглядеть в глазах людей, вам надо потратиться. Цветы я и сам могу найти. Цветов много. А свечи? А нельзя взять одну большую свечу, разрезать и получится тридцать? Дон Гуида, мой брат забыл, что без вашей помощи я бы не смог поступить в семинарию. В таких делах не надо экономить. Теперь еще и этот влезает. Две тысячи пятьсот. Семьсот двадцать три. Одиннадцать тысяч и шестьдесят сотых. Вы что, в церковь несете все эти стулья? В общем, я пошел на поле. Тогда присмотри за нашим участком. Да, я все равно там буду спать. Так состоится эта свадьба? Ну да. Туфли уже сделаны. Правда, что будет свадьба? Как это? Ты брат невесты, не знаешь? А мы когда поженимся, Розина? О, более тебе пустое так говорить. Трошай.